Всем привет! Сегодня у нас 5 августа 2020 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать очень урожайный летний сорт груши под названием Любимица Куапа. Это очень вкусная груша, только нужно ее вовремя снять. Точнее даже правильно. Вот в данный момент груша еще вся висит на дереве. Вот сейчас покажу. Но первые плоды только начинаются сыпаться, только вы видите первые плоды на земле. Ее нужно взять, сорвать и положить на дозаривание. Для того, чтобы эта груша не переспела на дереве и не стала ватной, как каша. При дозаривании эта груша становится очень сочная, очень сладкая. Ну просто великолепный десертный вкус у этой груши. Вяжется каждый год отлично. На солнышке. Вот может быть с вот таким вот румянцем. Вот в данный момент, вот я грушу разрезал, показать вам. В данный момент она еще не сильно сочная. В данный. Вот там чуть-чуть там сок. Но если она повезет на дереве еще дней 5-6, она станет кашей. А если ее сейчас сорвать и положить в подвал или в темные помещения, вот так я покажу после подвала, после хранения, вот так надавлю, будет течь рекой сок. Она будет такая сочная, что просто класс и ароматная. На данный момент она сейчас попробую на вкус. Такая хрустящая. Сладкая, все с легким ароматом, но когда она полежит, она наберет вообще свой бомбезный, обалденный вкус. Так, ну что, давайте сейчас посмотрим загрузку. Вот так вот. Эта груша у меня в этом году что-то начала хлорозить. Вот, не было возможности ее пододобрить, то есть листья, вот, видно хлорозят некоторые листья. Так, ну давайте сейчас на урожай посмотрим. Вот в этой груши сделаны прививку в крону. Гляньте, какие красавцы висят. И там он, на дереве, то они до лезут, то она с лестницы лезет. Грушки в целом очень красивые. Вот, эта прививка сделана в ветку другого сорта груши. Название, правда, я не знаю. Но вот они еще зеленые, они позже. Это показываю, хочу показать любимый циклап. Вот они, там где солнце меньше попадает, они вот такого цвета. Там где больше попадает, они очень нарядные, очень красивые. Я эту грушу советую всем завести в сад. Груша действительно вкусная, товарная и для себя, и на продажу. Сорт незаменимый. Вот и внизу висят грушки. Там груша вся, в принципе. Ну, сейчас попробую. Тут вообще такие, как саракрамсон, висят груши. Красные на солнце. Вся груша загружена хорошо. Тут где-то ящика 4, я соберу груш, хотя груша как бы небольшая. Ну, дерево само небольшое. Ну, сейчас вот так вот отойду, покажу, сколько груш висит, чтобы было видно. Вот. Это вот только с одной стороны, плюс с другой стороны столько же. И плюс на нижних ветках. Вон их тут валом. Грушка классная. Вот на солнышке прям вообще красные-красные. Достойный сорт. Реально достойный. Для любителей десертных, сладких, сочных, вкусных груш. Но помните о правильном сборе урожая. Если будете кушать на дереве переспелые, она вам 100% не понравится. Ну, если будет падать, биться, она тоже не того вкуса, который набирает при дозаривании. Так, ну что, сейчас я оборву эту грушу. Положу. Блин, грушки, конечно, класс. Они уже вообще еле держатся. Если я их не сорву, они начнут выборочно сыпаться. Они уже падают. Ну, такая грушка красивая. Просто класс. Они очень уже плохо держатся. Вот так вот выглядит на солнце. Короче, все. Не буду затягивать видео. Сейчас оборву. Потом при... Дни через 5-6 я сниму и покажу, какие они должны быть после дозаривания этот сорт. Так, в целом, обошел, показал. Сейчас еще с другой стороны. Ой. Класс. Грушка мне это очень нравится. Мы ее всей семьей за обе щеки уплетаем. Ой, какие висят. Просто класс. Такая груша. Советую всем этот сорт. Есть черенок в небольшом количестве. Кому интересно, можете заказывать. Черенок он хороший. То есть я пытаюсь вырастить и грушу у себя в саду, ну, так же само яблони и все другие культуры. И плюс получить, стараюсь, более качественный черенок. Не всегда это, правда, получается, но, тем не менее, черенок есть. Вот он на летнюю прививку есть и на зимнюю, те, что тонкие, тоже дорастут, будут. Вот. Черенка, в принципе, богатенька. Так. Ну что. Теперь уже положим на веса их потом после срыва, после дозаривания. И покажем вам, какая она может быть сочная, сладкая, вкусная. И продюсируем вместе с вами этот сорт. Так, оборвал я грушку. Ну, правда, друзья, с четырьмя ящиками я погречился. Получилось три полных ящика. Вот такой вот товарной, красивой груши. Груша крупная, классная. То есть теперь положим ее на дозаривание на 5-6-7 дней. И в итоге посмотрим, какая она получится. Она пожелтеет, будет сочная, сладкая, вкусная. Ну, просто класс. Так, сегодня у нас 13 августа 2020 года. Вот грушка полежала 8 дней. Я 5-го числа, 5-го августа снимал ее. Вот такой она приобрела вид. Очень-очень сочная, красивая, вкусная. Мы уже ящичек схлопали с семьей. Так, давайте посмотрим, какой вес у нее. Так. Груша не сильно крупная. Так. Сейчас укатится, юмая. 230 грамм. Вот она желтоватая, с насолнцевским румянцем. 214 грамм. 219 грамм. Она не какая шикарная груша. Груша называется Любимица Клапа. На солнышке плоды все с загаром. Если они будут в тени или в полутени, то будет загар такой вот. Слабенький. 184. Груша красивая, конечно. 200 грамм. 225 грамм. 200 грамм. Ну, вес вы видите сами. Хороший. Так. Так, тут с дырочкой, наверное, червячок был. Так, давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая в этой груши мякоть. Мякоть уже сочная, тающая. Сейчас покажу сок. Он видно, она вся переливается, сочная. Давайте вот так. Разрежем ее. Этот сорт съедается полностью вот так вот. Скачаном. Так, давайте посмотрим по соку. Я говорил, что при дозаривании эта груша очень становится сочная. Я не соврал. Сока реально очень много. Если ее сорвать с дерева, у этого сорта, ну, мякоть такая хрустящая, не очень вкусная. Если она поспеет на дереве или упадет, у нее мякоть становится рыхлой, песочной, тоже невкусная. Вот я выжал, наверное, полстакана сока. Очень сочная. Так, давайте продегустируем. Вот нажимаю, сок аж брыжа, гляньте как. Просто, просто чудесная. Этот сорт нужно вовремя сорвать на дозаривание. Я начинаю его срывать. Вижу, первые 3-4-5 плодов упало на землю. Все. Это первый признак для того, что надо полностью всю грушу оборвать и положить в подвал или в летнюю кухню, в темное помещение дней на 5, на 6, на 7, на 8. И она потом становится очень сочная, очень сладкая. Ну, просто великолепный вкус. Еще нужно поискать такой вкус груши. Вот как этот. Ну, ее, наверное, правильно снять. Гляньте, все течет. Ладно, давайте пробовать на вкус. Сладкая, сочная, мякоть маслянистая, очень ароматная, какой-то дюшесовый привкус у нее. Обалденный сорт. У кого есть этот сорт, и кто не знает, как, правильно его снимать, сделайте, как я. Я уверен, вам он очень понравится. А кто не посадил еще данный сорт, сажайте, не пожалеете. Главное, вовремя его снять и положить на дозаривание. И тогда вы получите просто великолепный сорт, очень вкусный, вот так гляньте, сочной груши. То есть очень многим сортам, то есть далеко до этого сорта, хоть он и летний, просто по вкусу, ну, я не знаю, эталонный вкус. Я бы ей поставил бы 5 с плюсом по пятибалльной системе, именно по вкусу. Вот такой вот сорт. Есть черенок на продажу данного сорта. У кого нету, звоните, заказывайте. Вышлю на зимнюю прививку, ну, и на летнюю, может быть, тоже будет прирост. А так, всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok